Приветствую вас. Не совсем понял, почему вы не известили меня в личку о том, что написали наполнение. Я случайно зашел на страницу вашего вопроса и увидел, что вы написали наполнение, хотя я просил в своем ответе, ну как бы оповестить, если вы дополните свой вопрос. Жаль. Дальше. Не могу уснуть, очень тяжело на сердце. Вот знаете, все ваше сообщение, которое вы написали, дополнение. Это по большому счету проекция. То есть вы свою тревожность проецируете на мужа. Привожно вам из-за шутки. А проецируете вы на него, говоря о том, как можно так шутить. Хотя очевидно, что это просто игра. Игра, потому что, вероятно, у вас нет других возможностей для того, чтобы почувствовать себя, скажем так, ближе. То есть вот вы сейчас находитесь на такой стадии, на таком этапе, когда вы говорите только «ты». Но вы не говорите «я». То есть вы говорите, то есть муж говорит «счастье вам, что я как бы приревновал к моему коллеге». Почему якобы? То есть вы считаете, что мужчина не может приревновать? Почему якобы? Откуда сомнения? Я ответил «и вам шестерство». То есть смотрите, вот такая игра. Каждый из нас, вместо того, чтобы сказать о том, что чувствует он, не говорит об этом, а говорит о другом. И в психологии, в практике семейной терапии, это называется «игра суть». Когда люди говорят «он», «ты», «вы» и так далее. Но не говорят «я». Опять же, почему? Причина вся такая. Причина вся такая. Страх близости. Ну, у вас есть еще, помимо этого, те аспекты, которые я озвучил. Вот. И я, конечно, не знаю, прослушали вы мой ответ или нет. Но если прослушали, то понимаете, что муж шутит из-за того, что вы, по его мнению, затеяли эту игру. Теперь внимание, вопрос. Сказ бы муж, именно муж, желать вам счастья. Серьезно. Непонятно. Почему вы не воспринимаете эту игру, как игру, как шутку. Потому что, во-первых, очевидно, может быть ревность. Если ревнуете его, то и он может ревновать вас. Просто интуитивно воспринимая это поведение, опять же, как проецирование, как проецирующее. Когда вы желали ему счастья с О, ну это понятно, что муж в курсе, что вы ревнуете. И он продолжил эту игру. Да. Так шутка. И то, что вас эта шутка на повал убила, как вы говорите, это лишь только ваше жертвенное поведение. Вы, вероятно, сами стремитесь к такому поведению своего мужа. Так шутка. Я просто не хочу повторяться. То, что я говорил в предыдущем ответе, это все остается актуальным для вас. Так шутка. Это игра. И это нормально. Но, знаете, сейчас на данном этапе понятно, что мужчина, с одной стороны, говорит, что ему не хватает вашего доверия и близости с вами. И с другой стороны, мужчина демонстрирует, что дальше слов это не дойдет. Потому что тот, кто говорит, тот не делает. И тот, кто делает, тот не говорит. У вас эта игра. Вот это действительно такая детская игра. Знаете, как подростки, или может быть даже просто молодые люди себя ведут. У вас эта игра. Вопрос в том, что вы воспринимаете эту игру серьезно. Почему? Из-за неуверенности в себе. Но вместо того, чтобы спросить себя, почему меня, напомню, эта шутка убила. Почему я ее так восприняла. Вы прегистрируете это на мой взгляд и говорите, разве так шутят. С намеком на то, что это он, он не должен был так шутить. Да? Он не должен был так говорить. Но вы же понимаете, что он может говорить и делать то, что считает нужным. Вам же нужно для себя понять, что приемлемо для вас, а что нет. И почему? Почему приемлемо? То есть, если, почему не приемлемо? Если мужчина так бы шутил и вы просто не допускаете, считаете неприемлемыми такие шутки в силу моральных взглядов, то это называется произвольное поведение. И согласно произвольному поведению, вы просто говорите, что, дорогой, ты пересел как бы в черту, да? То есть, как бы, ну, мне это не... Не мне, я считаю, что это недостойный разговор двух взрослых людей, которые любят друг друга. С другой стороны, вы почему-то ответили мужу. Для чего вы ему ответили, и вам счастье с... О! Зачем? Что вами двигало в этот момент? Если вы считаете, что подобная шутка неприемлема, а? Просто из моральных соображений. Ну, вы бы сами так не пошутили, потому что вы ведь тоже так шутите. Вы ведь тоже так пошутили. Значит, и вам можно задать вопрос, разве так шутят? Но вы пошутили. Почему? Для него вы считаете это неприемлемым, а для себя вы считаете это неприемлемым. Причем вы говорите только о том, что и нам счастье стало. Он просто повторил то, что вы сказали за вами. А вы надеялись на что? Что он скажет нет? Что он скажет нет никакого счастья и поставит вас, поставит себя ниже вас? Вы же понимаете, что это в некотором роде фантазии. И это фантазии продиктованы именно тем, что вам хочется. Тем, в чем вы нуждаетесь. Подумайте об этом. Подумайте. Не ищите причин в музе. Ищите фонарики в своем восприятии. Понимаете? Вот это важно. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он вам был полезен, как и первый ответ. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, какой-то из моих ответов. Буду благодарен, если вы сделаете один из них лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!